Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Официальное решение парламента Западной Армении. Армяно-российские стратегические отношения динамично развиваются. В рамках рассмотрения ходатайства назначений президента Республики Западной Армении господина Арманака Абрамяна, гарант судебной власти Западной Армении на должность суди Международного трибунала коренных народов, председателя Международного трибунала по коренным народам, Национальное собрание, то есть парламент Западной Армении получил этот запрос 26 сентября 2019 года. Национальное собрание Западной Армении 30 сентября 2019 года в 21.00 единогласно проголосовало за назначение президента Республики Западной Армении господина Арманака Абрамяна судьей в Международный трибунал коренных народов, и что это назначение не противоречит должности президента Республики на основании национальной конституции Республики Западной Армении и на основе его мандата до 19 января 2024 года. С этого дня президент Республики Западной Армении Арманака Абрамян сможет изучать правовые вопросы, которые будут поручены ему Международным трибуналом по делам коренных народов. Он сможет высказать свое экспертное мнение или суждение в различных правовых областях. Законодательный комитет Национального собрания парламента Западной Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценивает встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Армен Пресс, об этом премьер-министр Армении написал на своей странице в Facebook. «У нас был блестящий разговор с президентом России Владимиром Путиным. Наши стратегические отношения динамично развиваются», — отметил Никол Пашинян. Напомним, что согласно пресс-службе аппарата премьер-министра после заседания Высшего Евразийского экономического совета премьер-министр провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы в теплой и дружеской атмосфере премьер-министра Армении и президент России обсудили широкий круг вопросов, представляющих двусторонний интерес. В частности, собеседники коснулись вопросов армяно-российского экономического сотрудничества, дальнейшего укрепления военно-политического партнерства, а также вопросов регионального значения. Президент Владимир Путин пригласил премьер-министра Николы Пашиняна посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. 4 и 5 октября Министерство культуры по делам молодежи и туризма Республики Арцах в сотрудничестве с русской и греческой общинами Арцах организует фестиваль «Арцах наш дом» для укрепления дружеских отношений между представителями разных народов, проживающими в Арцахе. Как передает пресс-служба Министерства культуры по делам молодежи и туризма Республики Арцах в первый день фестиваля, то есть 4 октября в 15 часов в конференц-зале гостиницы «Армения» будет организован круглый стол с участием представителей национальных меньшинств Арцаха и Армении, представителей госорганов, ведомств, общественных организаций. 5 октября с 12 до 16 часов на территории культурного центра «Шарли Азнавуров» в Степанакерте будут открыты павильоны, где национальные меньшинства представят свою традиционную кухню. Первый мост через Ефрат планируют построить в сирийской провинции ДРС Зорг 25 октябрю. Об этом сообщил представитель сирийской компании, реализующий проект Омар Хайдар. По его словам, строительство нового моста позволит доставить медикаменты и гуманитарную помощь на территории, которые не подконтрольны сирийскому правительству. Сейчас все мосты через Ефрат разрушены международной коалицией во главе США. По словам Хайдара, при строительстве моста могут возникнуть трудности из-за подъема уровня воды в Ефрате и высокой скорости течения. Чтобы справиться с этими сложностями, специалисты соорудили временную дамбу. Ефрат течет по территории трех государств – Западной Армении, Сирии и Ирака. Длина реки составляет 2,7 тысяч километров. Система противовоздушной обороны ПВО С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии. Об этом в среду сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ и в военно-промышленном комплексе. По данным издания, в ходе тестирования ПВО был выявлен ряд неполадок в работе техники, однако проблему удалось оперативно решить. На данный момент испытания завершены и признаны успешными, сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС. Ранний министр обороны РФ Сергей Шайгу сообщил, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальность 481 километр, что на 80 километров дальше, чем у любой существующей системы ПВО. Физик Джин Грин верит, что от обнаружения следов жизни на Марсе нас отделяет лишь несколько лет. «Нет, необходимых на то, чтобы подготовить и отправить на планету вездеходы НАСА, но если они действительно там что-то найдут, последствия могут быть невообразимыми», — заявил он в интервью «Телеграф». «Это будет революция», — отметил Грин, — «начнется совершенно новый образ мысли. Я не думаю, что мы готовы к результатам, мы не готовы». Марсоход НАСА, полет которого запланирован на следующее лето, станет первым аппаратом, который соберет образцы марсианского грунта и отошлет их на Землю. Если ученые обнаружат биологические сигнатуры жизни, эти открытия пошатнут астробиологию, передает «Хай-Тек Плюс». На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию вокальный ансамбль «Наирян». «Хай-Тек Плюс» «Наирян» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Жападной Армении». Оставайтесь с миром!